Продолжение следует... В фильме Дино Ризи Жена священника Авторы сценария Рогеро Макари и Бернардино Забони Композитор Армандо Травайоли Оператор Альфио Кантини Редактор субтитров А.Семкин Хорошо, я позвоню вам завтра Валерия, что ты делаешь? Ты с ума сошла? Что случилось? Субтитры делал DimaTorzok Что, черт возьми, вы делаете? Субтитры делал DimaTorzok Валерия, что происходит? Что она тебя нашла? Все, хватит! Надоело! О, господи, что она делает? Сумасшедшая женщина! Что я тебе сделал? Ты отобрал у меня четыре года жизни Четыре года ты скрывал от меня, что ты женат! Я женат? Кто тебе сказал такую глупость? Твоя жена! Я разведусь! Ты женат, и у тебя есть дети! Может, выслушаешь мое мнение? Твоё мнение, ты несчастная свинья! Я жила ради тебя! Я жила ради тебя! Расскажи мне! Расскажи мне, как ты собираешься это сделать! Как? Негодяй! Не сердись! Ты разрушил мою жизнь! Они мне не нужны! Это твой подарок! Тебе больно? Нет? Отлично! Вот тебе! Можешь повеситься на нём! Четыре года мы были вместе, а ты даже не намекнул, что у нас нет никакого будущего! Ты рассказал мне всё о своём дяде-сержанте, и ни слова о жене! Ни слова! Ни слова! Четыре года жизни! Четыре года! Что же мне теперь делать? Я осталась одна! У нас было столько планов! Зачем я тебя встретила? Будь ты проклят! Негодяй! Какая же я дура! Какая дура! Поехали! 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 Я тоже. Я не хотел. Поехали! 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 Валерия, это ты? Да, да, мама, это я. Ты думала, вор? Что у нас красть? Ты знаешь, сколько сейчас времени? Почему ты так поздно? Почему? Ты же знаешь, папа сердится, когда ты опаздываешь. Он еще сердится, когда я прихожу раньше времени. Валерия, я оставила тебе поесть на кухне. Только не забудь выключить газ. Тефтели. Разве тефтели могут быть последним, что я съем в этой жизни? Нет, только не газ. Он плохо пахнет. Субтитры создавал DimaTorzok Не отчаивайтесь, наберите 2121, мы протянем вам руку помощи. Добрый вечер, рука помощи. Нет, подождите, не вешайте трубку, пожалуйста. Кто бы вы ни были, послушайте меня. Если вы набрали этот номер, значит, вам нужна помощь. Расскажите, что у вас случилось? Знаете, вы не единственный человек, который позвонил нам и не нашел в себе сил рассказать о своих неприятностях. Вы можете поделиться со мной. Ну, хорошо. Если вы не хотите разговаривать, тогда послушайте, что я вам скажу. Только не вешайте, пожалуйста, трубку. Мы же не зря здесь сидим. Вы злитесь на весь мир сейчас, да? Нет. Значит, вы злитесь на какого-то конкретного человека? Нет, я ни на кого не злюсь. К чему вы все это говорите? Если бы я мог вам хоть чем-нибудь помочь, моя дорогая. Я не твоя дорогая. Извините, простите меня. Расскажите, почему вы позвонили нам? Потому что я не хочу уйти вот так, не сказав никому ни слова. Уйти куда, сеньора или сеньорина? Сеньорина. Дело в каком-то человеке. Мужчина. Я уже приняла три таблетки, собираюсь выпить еще семь. Я заснула всегда. И ничего не почувствую. Да, вы ничего не почувствуете, сеньорина. Вы не сказали мне, как вас зовут. И не скажу. Как хотите. Но запомните, что вы не только не почувствуете, как умрете, но и все остальное больше никогда не почувствуете. Даже теплые лучи солнца на своем лице. Ничто, даже сильная боль, не может стать причиной самоубийства. Да что вы об этом знаете? А что вы знаете об этом, моя дорогая? А теперь послушайте, неужели вы думаете, что на этом свете никто больше не страдает, что вы единственный несчастный человек? У других людей просто смелости не хватает покончить с собой. А вы смелые, да? Но не настолько, чтобы поздороваться со мной и сказать свое имя. Меня зовут Валерия. У вас красивое имя. А что насчет смелости, Валерия? Не всегда очень хорошо иметь ее. Ей не всегда стоит восхищаться. Убийцы тоже не трусы. Попробуй угадать. Он был женат. Да? Откуда вы знаете? Такое случается. С вами произошло что-то подобное? Нет. Потому что я мужчина. Я знаю, что вы мужчина, но представьте, что у вас есть жена. Вы женаты? Нет, не женат. А если бы были, то вы бы это скрывали и обманули наивную девушку, да? Нет. Если бы я это сделал, я бы перестал себя уважать. Расскажите мне о себе. Зачем это теперь? А чем вы занимаетесь? У вас есть работа? Была. Я бросила ее четыре года назад, когда встретила Маурисию. Я пела в поп-группе. Мы выступали на дискотеках по воскресеньям. А потом все ребята ушли в армию, и группа распалась. Кроме того, я думала, что мы с Маурисио поженимся. У меня было немного денег в банке. А в результате я осталась без работы, без денег и без свадьбы. Я понимаю вас, Валерия. Бывают такие моменты в жизни, когда все кажется таким ужасным, и не остается надежды. Прощайте. Подождите, Валерия, подождите. Прошу вас. Если мои слова вас не убедили, тогда подождите еще минутку. Послушайте голос девушки, которая так же разочаровалась в жизни, как и вы, которая собиралась делать то, о чем вы сейчас думаете. Послушайте немного. Где пленка с записью той девушки, которая хотела, которая спрыгнула с моста? Луиза, подождите минутку. В это время дня все хотят повеситься. Покончить с собой. Перенесите это на завтра. Минутку. Попробуйте часов в девять. Я все вам расскажу. Я познакомился с этим парнем два месяца назад. Рука помощи? Нет, нет, не это. Меня зовут Луиза. Я обычная девушка. Месяц назад мой парень Джина сказал, Луиза, между нами все кончено, я тебя разлюбил. Меня как будто переехал грузовик. Вы слушаете, да? Да. Я думала, что наступил конец света и поняла, что мне ничего не оставалось, кроме как покончить с собой. Я пришла в город и прыгнула с моста, но река оказалась не очень глубокой, и я делалась лишь переломом ноги. Я пролежала в больнице 32 дня и вернулась домой. После этого я встретила другого парня, он был даже симпатичнее, чем Джина, и мы поженились. У нас родилась дочка, и я очень счастлива. Теперь я вспоминаю о Джина только тогда, когда собирается дождь, и у меня начинает болеть нога. Живите ради любви. Ради нее стоит жить. Вы слышали? Да, спасибо. Огромное вам спасибо. Теперь вы передумали? Вы не сделаете этого? Нет. Отлично. Вы очень умная женщина. Хорошо, очень хорошо. А теперь выбросите в помойку эти отвратительные таблетки, Валерия. Вы мне позвоните завтра, мы с вами еще можем поговорить о многом. Валерия, вы не возражаете, что я вас называю моя дорогая? Нет, не возражаю. Спасибо, Валерия. Спокойной ночи, сеньор доктор, профессор. Карлези, профессор Марио Карлези. Спокойной ночи, Валерия. Марио Карлези. Бонифаций, мне бы хотелось знать, зачем ты это написал. Это смешно. Это чушь, которая противоречит истории. Давай, давай, расскажи, расскажи нам. Это не чушь, которая противоречит истории, и мне все равно, что вы говорите. На самом деле у крестовых походов не было никаких религиозных предпосылок. Священную землю придумал Папа Римский II, потому что турки не давали европейцам заниматься торговлей на Востоке. Я прочитала это в книге, которую подарил мне отец. А то, что говорите вы, это всего лишь позиции церкви. Я готов выслушать ваши возражения, но я сомневаюсь, что они у вас есть. Бонифаций, послушай. Я священник. Управляющие этой школы тоже священники. И что немаловажно, она названа в честь святого. Какой точке зрения я должен придерживаться? У тебя своя точка зрения о происхождении крестоносцев. Если твой папа так силен в марксизме, скажи ему, чтобы он устроил тебя в другую школу, где нет священников. И тогда тебе не придется ходить сюда и критиковать папу. Я скажу ему, профессор, но в эту школу меня отдала мама. Тогда скажи своей маме. Простите, профессор, вам звонят по какому-то важному делу из центральной больницы. Что случилось? Я не знаю. Они просто сказали, что это очень важно. Важно? Садитесь по местам. Молчать! Извините, но я действительно не имею малейшего представления, кто это может быть. Алло? Профессор Карлюзи? Карлези. Кто говорит? Скорая помощь. Центральная больница. Наша пациентка – молодая женщина. Она все время зовет вас. Вы говорите «молодая женщина», но... Но говорите, пожалуйста, немного громче. Рядом со мной печатают. Я плохо вас слышу. Мы можем прервать работу, если вы не будете разговаривать долго. Спасибо. Валерия Билли. Валерия Билли. Подождите. С вами поговорит ее доктор. Передозировка снотворного. Случай несложный. С ней будет все в порядке. Передаю ей трубку. Профессор. Профессор, дорогой. Валерия, так ты держишь свои обещания. Продолжайте. Печатайте, печатайте. Валерия, я понял, что не могу больше доверять вам. Простите меня. Простите, профессор. Пожалуйста, простите. Слова, которые вы мне вчера говорили, были такие правдивые, такие приятные, что я решила покончить с собой незамедлительно. Дело в том, что я хотела сказать, что дело в том, что вы с такой заботой отнеслись ко мне. У вас красивый голос. Я почувствовала себя совсем одинокой. Вот почему я совершила этот ужасный поступок. Достаточно, сейчас мы вас перевезем в палату. Послушайте, вы навестите меня? Честно говоря, я не могу. Теперь, когда с вами все в порядке, вы можете сами звонить мне. Нет, нет, не сюда. Вечером вы всегда можете найти меня по номеру 2121. Нет, я должна переговорить с вами с глазу на глаз. Не оставляйте меня здесь одну. Пожалуйста. Профессор, они увозят меня. Умоляю вас, профессор. Мама, мама, мама. Я разговаривал с Валерией. Билли. С Валерией Билли. Вы с ней знакомы? Нет. Когда ее привезли вчера вечером, она в отделе педиатрии. Она же не ребенок. Со вчерашнего дня всех больных кладут туда, потому что больше нигде нет места. Отец, если не будут приняты необходимые меры, может произойти нечто ужасное. Можете передать это правительству. Какое отношение я имею к правительству? Если вы не имеете отношения к правительству, то кто же тогда имеет? Доктор, он признался, что выпил из банки всю краску, поэтому я дала ему скипидар. Валерия? Валерия Билли. Священник. О, Боже, неужели все так серьезно? Конечно же нет, Валерия. Вы не узнаете мой голос? Нет. Нет. Это вы, профессор Карлези? Да. Боже мой. Ложь, наверное, будет преследовать меня всю жизнь. Один не говорит, что женат, другой, что он священник. Ну что? Поэтому вы не хотели приходить сюда. Почему вы мне не сказали? Не сказал что? Что вы священник. Разве я вам не сказал? Я же не могу каждый раз, снимая трубку, говорить «Здравствуйте, я священник». Кто, по-вашему, должен заниматься такой работой? Кинозвезда? Да и потом, какая разница, священник я или нет? Большая. Нет, нет, Валерия. Будьте разумны. Вы должны найти в себе силы, чтобы продолжать жить. Вы пережили не лучшие времена, но теперь все плохое позади. Вы что, не видите, какая я невезучая? Я влюбилась в ваш голос. А это оказался голос священника. Мне так не везет. Послушайте меня, Валерия. Вы очень жалеете себя. Милая игрушка, да? Держи, малыш. Вы должны понять раз и навсегда, что вы нормальный человек, и вы испытываете такое же горе и радость, как все остальные люди. Вы поняли? Нет. Скажите мне тогда одну вещь. Что это за удача такая, когда меня привозят в больницу и кладут на кровать, которая намного меньше по размеру, чем я? Они уложили меня в детскую кроватку. Теперь вы убедились, что со мной может случиться что угодно. Вас положили в детскую кроватку, потому что у вас разум, как у дитя. А вы что, психиатр? Нет, не совсем. Я получил степень по гуманитарным наукам, но главным предметом была психология. Я не могу сказать такого о себе. Я сумела получить лишь пятый разряд. Не прибедняйтесь. У вас есть таланты, а у меня нет. Например, вы поете. Вы же певица, не так ли? Да. Единственное, что я умею делать очень хорошо, так это петь. Не всем людям Бог дает красивый голос. В наши дни голос даже может быть неплохим вложением. Возьмем, к примеру, Барбару Стрезент. Знаете, у вас тоже есть дар. Благодаря вам я чувствую себя намного лучше. Мы спасибо, Валерия. Рад, что смог вам хоть чем-то помочь. Я не сказала, что вы мне помогли, но я думаю... Помните, по телефону вы называли меня... Дорогая. Разговаривать по телефону – это одно дело. Совсем другое – обнаружить, что милый ягненочек уже большой и ростом метр восемьдесят. Возьмите, время кормления. Матушка. Поешь. Я не голодна. У тебя не было сегодня во рту ни крошки. Я не хочу есть. Тема сегодняшней программы – проблема безбрачия в церкви. Должны ли священники жениться? Сегодня к нам в студию пришли... Маргарита, переключи канал. Я хочу посмотреть реки-кики. Нет, мама, Сташ... Вроде бы только что вышла из больницы, осмотришь какую-то чепуху о священниках. А у твоего отца – артериосклероз. Посмотрите на него. Ты знаешь, Маргарита, этот Рикки напоминает мне кондуктора, с которым я работал на экспрессе в Венеции. Здравствуйте, рука помощи. Алло. Алло. Вы не единственный человек, которому не хватает смелости рассказать о своих проблемах. Подождите, не вешайте трубку. Алло. 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 Все, чем вам смогут здесь помочь, это хорошим советом. Пособия здесь не выдают. Разве протянуть руку помощи не значит подать немного денег? Здесь вам могут помочь морально. Уходите, уходите. Как я, по-вашему, могу слушать морали на голодный желудок? Здравствуйте. 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 Профессор. Здравствуйте. Как у вас дела? Все в порядке? Нет, не надо. Разрешите, я вам помогу. Спасибо. Профессор, мне нужно с вами поговорить. Я вас удивила? Да. Нет. Нет, все должно остаться по-прежнему. Мы просто останемся голосами на разных концах провода. Но, профессор, выздоровление не всегда идет на пользу иногда, но даже хуже, чем болезнь. Если вы не хотите мне помочь, зачем вы тогда начали это делать? Давайте поговорим каким-нибудь в другой раз. До свидания, Валерия. Когда я вас увижу, скажите. Не знаю. Могу я быть с вами откровенным, Валерия? Священнику не положено гулять по улице с такой экстравагантной девушкой, как вы. Вы находите меня привлекательной? Это правда? Мне действительно пора идти, Валерия. Подождите, дон Марио. Может быть, вас смущает юбка? Она слишком короткая, да? Я никогда этого не замечал. Вообще-то, честно говоря, она коротковата. До свидания. До встречи. Браво, отец. Жаль, что не все священники похожи на вас. Идите парами, дети, парами. Поторопитесь быстрее. Корабль отходит с минуты на минуту. Бонифаций. Что это у тебя за книга? Бонифаций, капитал Маркса или размышления Мао? Нет, это последний из Магикан, профессор. Нет, папа, это книга о протесте против расизма в империалистическом обществе. Неужели? Быстрее, поторопитесь, а то мы опоздаем на корабль. Подождите меня, капитан. Энна, вернись. Профессор? Профессор, у меня в душе бушует шторм, а я посередине. Вчера я даже почувствовала, что это ужасное желание снова возвращается ко мне. Я говорю вам это потому, потому что мне очень тяжело. Тяжело? Да бог с вами. Значит, вы сделали все, что смогли? Забудьте про это. Кроме того, я здесь не для того, чтобы встретиться с вами. Я еду по делам в Венецию по просьбам мамы. Осторожнее, ты упадешь в воду. Осторожнее. Профессор? Профессор. Продолжайте, Валерия. Может быть, тогда у меня появится хоть какое-нибудь представление о ваших отношениях с людьми. Ну, если вы настаиваете. Вы будете не против, если я вам расскажу о моих отношениях с Маурисио? Нет. Он полностью подходил мне как мужчина. Когда я бывала с ним, я чувствовала себя настоящей женщиной. Я была удовлетворена как физически, так и морально. Нашей любовью управляла природа, дикая, свободная. Вы понимаете? Мы часто занимались любовью. Это длилось целую вечность, потому что он и я очень сексуальны. Вы же знаете, профессор, что бывают сексуальные женщины и фригидные. Я, например, суперсексуальна. Я имею в виду социальные отношения, ваши отношения с людьми в обществе, а не ваши достижения в сексе. Извините. За что? Не нужно было рассказывать вам всего этого. Вы нервничаете. Нет, я не нервничаю. Вы покраснели. Вы бы не могли мне сказать, почему священники никогда не говорят правду? Что вы несете? Не злитесь. Хотите закурить? Нет. Вы никогда не курили? Никогда. Это невозможно. Я вам не верю. Хоть один раз в жизни в ванной комнате каждый выкурил хоть одну сигарету. Хорошо. Давайте сменим тему, пожалуйста. Так, значит, мы с вами говорили о возможности вашего трудоустройства. Вы уже устроились на работу в магазин своей матушки? У нее крошечный магазин. Меня не устраивает такая работа. А чем бы вы хотели заниматься? Единственное, что я умею, это петь. До того, как я стала петь с ненужными, я работала с психами и с путешественниками. Это название групп. Как ни странно, я это понял. Я была поп-певицей, а потом начала исполнять романтические песни. Они больше подходят к моему имиджу. Не возражаете, если я вам исполню кое-что? Как хотите. Моя страсть, моя страсть. Моя страсть. Моя страсть. Моя страсть, моя страсть. Смысл понятен. Да, но я решила, что больше никогда не буду петь. Может быть, даже это и неплохая идея. Венеция прекрасна! Смотрите, дети. Пьязо Сан Марко. Дон Марио, какой великолепный вид! Да. Ну, что у вас там? Книги. Если они не продадутся, я увезу их обратно и поменяю на пластинки. Извините, посмотрите вон туда. Другая эпоха, знаменитая церковь Святого Джорджа. Она была построена около... Около... В 16-17 веках архитекторами Палладио и Лонгеном. Но вы должны знать, что Балдасар Лонген не его брат. Браво, Бонифаций. Вам не нравятся ни короткие юбки, ни длинные. Что же мне надевать, чтобы вы не выглядели рядом со мной смешным? Меня смущает не длина вашей юбки, вы никогда этого не поймете. Валерия, будет лучше, если мы больше не будем встречаться. Три курицы, качаторий на третий столик. Несите по ленту. Просыпайся, Мария. Райское наслаждение. Попробуйте это, сеньор Канте. Отведайте мой коронный суп. Армандино! Почему, преподобно, вы еще не обслужили? Нет. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Два рыбных супа, ваше фирменное блюдо. На закуску, нарезку. Грежью. Хорошо. Вольтеллина? Да, вольтеллина с лимоном, соком и маслом. Вино. Белая селена, пожалуйста. Холодная. Приятного вам ужина. Спасибо. Дон Марио, неужели одиночество – это настоящее испытание для священника? Это так. Чувствовать себя одиноким среди толпы – это участь каждого священника. Наверное, это нелегко. Я прочитала это в какой-то книге. Валерия, может быть, ты перестанешь говорить о священниках? Фирменное блюдо – самая вкусная закуска. Никакого хлеба. Он перебьет вам аппетит. Преподобные, не хотите ли немного подперчить? Нет, у меня язва. Не волнуйтесь, мы позаботимся о вашей язве. После того, как вы съедите суп, мы приготовим вам фирменных венецианских курочек. Мне полпорции. Отлично, на десерт, конечно, пирожные. И минеральную воду. Вода хороша только для мытья ног. Женщина с характером. Приятного аппетита. Спасибо. Ну как, Марио? Извини, я назвала тебя по имени. Ничего страшного. Ты не против? Это не очень оскорбительно. Да нет, до тех пор, пока мы не переходим рамки дозволенного. Извини, если я иногда тебя смущаю. Ничего. Это только потому, что я счастлива. Как сейчас. Я понимаю, что между нами ничего не может быть, кроме дружбы. Конечно. Что же еще может быть между нами? И что самое прекрасное в наших отношениях, то, что это дружба между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной еще кое-что бывает. Кстати, до того, как ты стал священником, ты кого-нибудь любил? Я? До того, как стал священником? Да, ты. Нет. А после этого? Никогда? Валерия. Если я согласился с тобой встретиться, так это только для того, чтобы помочь тебе, чтобы возвратить тебе желание жить. Ты не будешь это есть? Я очень люблю говядину. Два фирменных рыбных супа. Ух, вам следует надеть это. Спасибо. Вы можете испачкаться. Это уже слишком. А где же раки? Раки – самое главное в королевском супе. Как вкусно пахнет. В королевском супе, может быть, а мы с вами в республике. Раки – очень важный ингредиент. Да, наверное. Расскажи мне о себе. Ты верующий человек? Раньше я ходила в церковь в тайне от отца, а потом перестала туда ходить в тайне от мамы. Ты любишь своих родителей? Да, но нам не о чем разговаривать. Мне не нравится жить с ними. Я не люблю бывать дома. Мне нравится быть с тобой. Ты не против? Извини. Что случилось? Ничего. Я на минутку. Извини. Нет, он же священник. Нет, он же священник. Нет, он же священник. Здорово, здорово. Давайте, давайте. Нарушение. Нарушение. Вы удаляетесь с поля. Нарушение. Какое несчастье, когда люди стареют. Положи мне сегодня на ужин двойную порцию супа. Зачем? Ты спрашиваешь, зачем? Старый дурак. Весна пришла. Карлейзи, Дон Филиппо. Марио, мой мальчик. Знаешь, как плохо быть стариком? Зачем ты приехал сюда? Я думаю, что не просто для того, чтобы повидать своего учителя. Нет, я приехал не просто так. Дон Филиппо, мне нужна ваша помощь. В жизни любого священника наступает когда-нибудь критический момент. Были такие времена, особенно в моей молодости, когда во время мессы я спрашивал себя, зачем все это? Что я делаю? Это бесполезное притворство? Бессмысленный ритуал? Или что? А потом я закрывал глаза и молился. Я молился до тех пор, пока эти мысли не исчезали из моей головы. Заходите, сеньорина. Проходите. Извините, но я пришла не к вам на беседу. Я ищу профессора Карлейзи. Он здесь работает. Садитесь. Скажите, пожалуйста, зачем вам нужен профессор Карлейзи? Извините, но вас это не касается. Я каждый день ему звоню, а его никогда нет на месте. Вы бы не могли сказать, где я могу найти его? Я не могу вам сказать. Мы не имеем права, сеньорина. Дон Марио взял отгул и уехал. Я уверен, что у него есть на это основания. Понятно. А что, если кто-то нуждается в нем? Если кому-то нужна его помощь? Здесь много людей, которые смогут вам помочь. Если вы позвоните нам, мы всегда протянем вам руку помощи. Понятно. Может, мне еще с вами поговорить? А почему бы и не со мной? Тоже мне великая рука помощи. Меня прислал Дон Марио Карлейзи. Он очень обеспокоен. Чем он обеспокоен? Что случилось? Он не получает почту. Куда вы ее пересылаете? Куда он мне сказал? Куда же? В школу святого Николаса в Тараскуру. В школу святого Николаса. Ясно. Неправильный адрес? Нет, нет. Все в порядке. Наверное, задержка связана с забастовкой почтальонов. Забастовка почтальонов? Вот и все. Ты должна стыдиться своей волосатой груди. Ну что вы. На сцену, мальчики. Первый акт. Седьмая сцена. Какая вы очаровательная и красивая. Здорово, да? Тебе нравится, Марио? Я обещаю. Мне так нравится цвет вашего платья. Громче, громче. Сегодня утром я никак не могла подобрать подходящие для этого случая духи. Не вертись так. Такое впечатление, что ты собираешься забить голову. Это очень разумно с твоей стороны. Но зачем я это делал? Я что-то не вижу сеньора Тонино. Не расстраивайся, дорогая. Он тебя безумно любит. Дорогая, как бы я хотела... Розина, побольше эмоций. Вот так. Моя дорогая, как бы я хотела, чтобы мы завтра поженились. Героиня напугана, взволнована. Не забывай, что это очень важный шаг в жизни девушки. Ты из аристократической семьи. Помни об этом. Я не хочу быть женщиной. Значит, ты не способен играть никакую роль. О чем ты думаешь? Я смотрю на этих мальчиков и думаю, сколько из них станет священниками, а сколько хорошими священниками. Ты тоже таким был. Да и я в свое время. Кто знает, сколько еще ребят придет сюда. Меньше, чем раньше. В этом нет сомнения. Церковь сейчас переживает кризис, а причиной всему является безбрачие. Мы с вами читаем «Возлюби ближнего своего и возненавидь врага своего». Но я говорю вам «Возлюби врага своего». И в этих словах заключается правда. Христос говорит о любви. О любви во всех ее проявлениях. О любви родителя к своему ребенку. О любви мужа к своей жене. О любви... Иисуса. Христос говорит, как я уже сказал, о любви. Потому что без любви не может быть благотворительности. Без любви не может быть надежды. Без любви нет красоты. Без любви не может быть жизни. Хвала Иисусу Христу. Ты можешь возвращаться в город, на свою работу, к своей привычной жизни. Я больше не буду тебя беспокоить. И тебе не придется прятаться. А кто прячется? Ты. Я? И какие у меня на это причины, интересно? Хватит лицемерить. Передо мной и перед самим собой. Ты не сможешь решить свои проблемы таким путем. На мне лежит какое-то проклятие. Все женаты. Один на жене, другой на церкви. Единственное, о чем я просила, чтобы все было просто и открыто. А ты сказал, мы больше не можем встречаться, потому что что-то происходит, чего не должно происходить. Вместо того, чтобы спокойно поесть в ресторане, ты убежал, как вор. Я не убегал. Я просто плохо себя почувствовал. Ты оставил меня одну в ресторане. Ты даже не заплатил за ужин. Кстати, ты дал мне 4700 лир. Дороговато. Да, недешево. У меня сейчас с собой нет денег. В другой раз. Следующего раза не будет. Согласен. Тебе вообще не следовало сюда приезжать. Тогда почему ты сказал в следующий раз? Послушай, я не обязан отчитываться перед тобой за каждое свое слово. И не читай мне нотации. Тебе пора, Валерия. Это наша последняя встреча. Тебе это больно говорить. А мне больно слышать. Мне все равно. Ты страдаешь, Марио. Поэтому кричишь. Было бы смешно, если бы я... Давай, посмейся. Может быть, поклянешься на Святом Антонии? Ну что ж, поклянись, что тебе не больно думать о том, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Никогда. Поклянись. Не вмешивай сюда Святого Антония. Поклянись. Священники никогда не клянутся. А кто клянется? Атеисты? Валерия, ты ведешь себя как ребенок. Трус. Ты трус. Хорошо. Я клянусь. Трус и лгун. Послушай, Валерия. Это наш первый поцелуй? И последний. Субтитры сделал DimaTorzok Святые помогут тебе, мой мальчик, неугомонный Марио. Когда ты здесь учился, ты был таким увлеченным. Ты хотел поехать в Африку, чтобы обратить веру язычников доктора Швейцера. В чем дело? Ты потерял веру? Нет, проблема не в этом, Дон Филиппо. В таком случае, скажи мне, она симпатична. Кто? Женщина, в которую ты влюбился. Дон Филиппо, откуда вы знаете? Рано или поздно такое со всеми случается. Так она красивая? Красивая? Я не знаю. Да и не в этом дело. У нас не чисто духовное понимание. Да ладно тебе, Марио. В лице мне лгу священник. Конечно же, она очаровательна. Я тебя не виню. Вы ее видели? Конечно, я ее видел. Я тоже был в церкви, когда ты убежал. Я не удивлен, что ты так растерян. Скажи, что ты хочешь? Жениться? Ты хочешь с ней встречаться? Сестра, мой укол. Могу я подать заявление с просьбой о рассмотрении возможности моей женили? Заявление? Они их больше не рассматривают. Папа против. Мой мальчик, забудь о свадьбе. Хвала Иисусу. Храни вас Бог. Но, согласно святому Павлу, лучше быть женатым, чем жить во грехе. Ведь так? Святой Павел – это святой протестантов. У тебя же есть мама? Ты же знаешь, какова натура всех матерей. Они предпочитают держать детей в своих гнездышках. Но мама не любит, когда детишки занимаются трали-вали у себя дома и иногда выгоняют их до тех пор, пока чадо не образумится. А церковь – это ревнивая мама. Да, церковь – это твоя мама, знай это. Так значит, вы мне советуете поступить недостойно и грязно? Втайне завести себе подружку? Как те, которые спят со своими домохозяйками и монашками? Что такое говорит про монашек? Что касается вас, вам не о чем беспокоиться. А мне-то о чем беспокоиться? Чего тебе от меня надо? Подай прошение, сделай кастрацию, да мне плевать. Просто оставь меня в покое. Я слишком стар. Я устал и очень болен. Вы меня уже достали со своей проблемой безбрачия. Все. Достаточно. Сан-Лоренцо. Мортир. Как не стыдно, подумаешь, немного больно. Вот здесь вы найдете все о Полинезии. Подходит? До съедания, Синьорина. Завтра загляну. Титя, Синьорина. Вам помочь, Святой Отец? Нет, спасибо. О, посмотрите, кто пришел. Хороший магазин. Очень. Да. Да. Так много книг. Да, много книг. Много. Я бы хотел купить что-то. Скотч серый или черный. Красный. Отлично. Еще что-нибудь? Нет, нет. Что? Ничего. Хочешь сказать, что я лицемер? Кто сказал? Давай заверну. Послушай, я не могу прийти к тебе сюда и выложить все, что у меня на душе. Пойми. Кроме того, я священник. Мужчина. Зрелый мужчина. Мужчина, не мальчик. Конечно же, я сдержанный человек, но у меня не железное сердце. А я что-нибудь говорю? Ты же не хочешь, чтобы я тебе прямо сказал, что на тебе вульгарное платье, что у тебя ужасные прически, и что ты потолстела. Стой, 50 лир. Ты хочешь, чтобы я был таким? Ты хочешь, чтобы я тебе в глаза говорил то, что я думаю? Нет, нет. Потому что ты не хочешь слышать слова, которые тебе не нравятся. Ты пил? Не пью перед едой. Ладно, что ты хочешь, говори прямо. Я ношу это платье и сделала такую прическу, потому что мне так нравится. Да, я набрала вес, и меня это не смущает. Ты всегда знаешь, что надо делать? Или ты хотел, чтобы я ради тебя совершила самоубийство? Я потрясен. Отлично, браво. Потрясайся дальше. Да, я потрясен. Разве мы можем так разговаривать друг с другом? А почему бы нет? Между нами ничего нет. Теперь я тебя понял. Ты обманываешь сама себя. Значит, ты лицемерка. Значит, между нами ничего нет, да? Отлично. Это ты лицемер и всегда им был. Ты пришел сюда, чтобы что-то сказать? Ходишь вокруг да около, а я до сих пор не могу понять, что ты хочешь. Черт возьми, что ты хочешь сказать? Дон Марио, вы будете говорить или нет? Пожалуйста. Хватит, хватит. Ты доводишь все до абсурда. Надо держаться к принятых правилам. Чего ты от меня хочешь? Признание в любви? Серенат? Я что, должен упасть? Упасть перед тобой на колени и сказать, что я схожу от тебя с ума? Ты хочешь услышать, что я думаю о тебе и днем, и ночью, что я перестал есть и спать? Что моя жизнь стала адом? Что ты потолстела, а я похудел на два с половиной килограмма? Ты что, это хочешь услышать? Да, да, я это хотела услышать. Марио, я люблю тебя. Люблю тебя. Извините, у вас есть ластики? Ластики в форме динозавров. Их кладут в пенал. Вот такие. Да, да, вот, 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 спасибо. До свидания. До свидания. О, да, чуть не забыл. За скотч 150 лир. Спасибо. До свидания. Вот, возьми. Сколько я вам должен? Для тебя бесплатно. Спасибо. Нет, не надо, Валерия. Попробуй, машину легко водить, даже если нет прав. Это просто. То же самое, что велосипед. Я тебя удивляюсь. Тоже мне психолог. Я хочу, чтобы ты был модный и шел в ногу со временем. Юбка? Да, не моя, твоя. Так, смотри. Педаль газа, сцепление и тормоз. Да, да, я знаю. Минутку. Поехали. Чего ты боишься? Очки забыл надеть. Ключ. Поверни ключ. Ставим первую передачу. Извини. Потише. Тише. Извини. Извини. Доверься мне. Теперь ставь вторую передачу. Это вторая? Хорошо. Здорово. Просто замечательно. Видишь, как это легко? Превосходно. Осторожней. Смотри на дорогу. Налево. Сначала ты говоришь налево, потом ты говоришь направо. Не сбивай меня с толку. Немного налево, на середину дороги. Валерия. Ты удивительный, удивительный. Браво. Браво. Видишь, как это просто? Это невозможно. Я никогда не научусь водить машину. Подожди. Надо нажать на тормоз. Тормози. Тормоз. Давай, проезжай. Давай, давай. Черт тебя возьми. Может, ты поедешь? Ладно, поехали. Он тебя пропускает. Ты что, глупый? Подождите минутку. Вы проповедуете так же, как водите. Вы не посигналили. Вам надо было держать руки на руле и смотреть на дорогу. Он виноват. Нет, это я виновата. Я сказала, чтобы ты ехал. У вас есть ручка? Ты ушибся? Да, немного больно. Ты здорово врезался. Радиатор пробит. Нам придется здесь ждать до вечера. Вы готовы сделать заказ? Сначала надо спросить, чего хочет моя сестра. Что ты сказала, ты будешь? Я ничего не сказала. Ты будешь телятину и суп сельдереем? Принесите два. Один для моей сестры и один для меня. Телятину и суп сельдереем для брата и омлет для сестры. Еще белое вино. Холодное. Валерия, чем ты так расстроена? Ты действуешь мне на нервы. Пожалуйста, Валерия, не привлекай к нам внимания. Я тебя не понимаю. Мы с тобой уже были вместе в ресторане, разве нет? Да. Но теперь все по-другому. Теперь я... Я влюблен в тебя. Я влюблен в тебя, и кажется, что все вокруг это знают, и поэтому они смотрят на нас. Ты рассмешил меня. Все смотрят на нас. Вообще-то мы смеемся с тобой, как два идиота. Дорогой, ты сказал, что любишь меня, что хочешь меня. Этого я не говорил. Хорошо, этого ты не говорил. Священник ты или нет, в любом случае ты мужчина. По крайней мере, я на это надеюсь. Хватит. Измени что-нибудь. Мы же не можем оставаться братом и сестрой. Тем более, я единственный ребенок в семье. Хватит. Измени что-нибудь. Ну что? И как? Как? Об этом много размышлял. Не думай, что мне все равно. Меня могут освободить от обеда. Если мое прошение удовлетворят, я стану обычным обывателем. Если они согласятся, я смогу жениться на тебе. В худшем случае они могут отклонить мой запрос. Давай представим, что они так и сделают. Что тогда? Что? Ты будешь вести нормальный образ жизни. Обыватель. Будешь обывателем. Без разрешения? Я не смогу встречаться с тобой. О чем ты говоришь, Валерия? Это ты о чем говоришь? Ты сможешь жениться на мне. Или ты хочешь, чтобы мы жили вместе незаконно? Ну. Ладно, мне уже надоело. Что будем делать? Может мне стать монашкой? Церковь благословит брак между священником и монашкой? Тише. Выбирай. Или я, или они. Если ты не лицемер, и если не пытаешься намазать свой хлеб маслом с двух сторон, ты сделаешь правильный выбор. Разве это моя вина? Ну, что я могу сделать? Я люблю тебя, но я также люблю свою церковь. Тебе нужно ее бросить. Кто знает, если бы я был настолько смелым и отрекся от обета, может быть, ты разлюбила бы меня. Ты трус. У тебя кишка тонка плюнет на все и сказать, да пошла к черту, это... Ты делаешь мне больно. Я знаю. Я закричу. Попробуй. Убери от меня свои руки. Это ты ему сказала? Молодец. А что было потом? Что? Как ты был священником, так и мы остался. Долгой жизни жениху и невесте. Что ты делаешь? Нет, нет, Джузеппе. Мы все в порядке. Долгой жизни жениху и невесте. Не хотите к нам присоединиться? Пойдемте, я вас познакомлю с нашими друзьями. Пойдем. Это мой брат. Пойдем. Мы же можем хоть на чужой свадьбе погулять? Не хочу, чтобы все остыло. Поцелуйте невесту, отец. Давайте выпьем за счастье молодых. Не волнуйся, Луиджи. Скоро мы сможем развестись. Удачи, Луиджи. Если нужна будет помощь, звони. Отец, разрешите пригласить на танец вашу сестру, Ольга Синьарина. Такие женщины, как вы, с длинными ногами. Очень хорошо танцуют. Вы у меня льстите. Отец, ваша сестра очень привлекательна. Правда, честное слово. Она замужем? Помоглина? Я жених настоящий счастливчик. Предлагаю выпить за этого везущего парня. На какой день назначена свадьба? Помойте мне машину, ребята. Посторожите гитару, я загляну в ресторан. Валерия! Джейми, гитарист! Что ты здесь делаешь? Пойдем выпьем. Хорошо. Извините. Два компари содовой. Вы сами будете вести церемонию? Нет? Но вы же ее брат. Ты неплохо выглядишь. Ты тоже. Могу я тебя спросить? Почему ты бросила музыкальный бизнес? Это долгая история. Кроме того, теперь зрители хотят видеть на эстраде тощих детишек без прошлого, будущего и без голоса. На голос мне наплевать, но позади и впереди должно что-то быть. Ты меня понимаешь? Что ты делаешь? Пойдем потанцуем. Пойдем. Этот танцор и есть тот счастливчик? Да, видно, у него есть деньги. Что, нет? Вам нужно поговорить с ее отцом. Видно, ваша сестра не может сама позаботиться о своем будущем. Меня удивляются временные девушки. Они ни о чем не думают до тех пор, пока не остаются у разбитого корыта. Я говорю все это только из-за уважения к вам. Я больше не могу. Мне так жарко. Пойдем на улицу. Знаете, отец, у меня 20 акров земли. Оставьте меня в покое, пожалуйста. У меня 200 баррелей вина. У меня хорошее вино, отец. Налейте ему выпить, пожалуйста. Мария! Мария! Не надо, Джимми! Валерия! Что ты здесь делаешь? Кто это? Твой отец-исповедник? Молодая леди в хороших руках, отец. Послушайте меня. Я вас не знаю и не хочу знать. Держитесь от нее подальше. А теперь идите. Аминь. Нет, не аминь. Я еще не закончил. Не думайте, что мое одеяние не позволит мне преподать вам хороший урок. Пожалуйста, Джимми, уходи. Да, так, наверное, будет лучше. Мир вашему дому. Я позвоню тебе, и мы договоримся о встрече. Не о чем вам с ней договариваться. Ну что за характер? Это мой старый друг, и я знакома с ним еще с тех времен, когда меня называли Дикой Кошкой. Знаешь, как я теперь тебя должен назвать? И как же ты хочешь меня называть? Скажи. Прямо у меня под носом. Ты сделал это, чтобы причинить мне боль, да? Какое ты имеешь право? Может, ты действительно вообразил себя моим братом? Никто за столом не поверил нам. Знаешь, что мне сказал один мужик? Такой нервный, с усами. Неужели ты займешься этим со священником, а не со мной? Ты меня ударил? Нет. Конечно же, я довольна. Мне никогда не нравился этот Маурисио. Если ты нашла кого-нибудь интереснее, чем он, тем лучше для тебя. Самое главное, то, что он порядочный человек. А почему ты нам ничего не рассказывала? Мы только вчера обручились. И сразу решила познакомить нас? Хочу поскорее отмучиться. Думаю, тебе он понравится, а вот папе сомневаюсь. Почему нет, если он порядочный, честный и трудолюбивый человек? Он что, не верующий? Наоборот. Что делает на столе бутылка с уксусом? Я поставила. Если кто-нибудь упадет в обморок, можно дать ему понюхать. А кто будет падать? Этого никогда не знаешь заранее. Так как наш гость будет здесь минуту на минуту, может быть, ты скажешь мне его имя? Его зовут Дон Марио. Прям как Дон Аниччи. Он что, актер? Нет, не актер. Ты меня успокоила. Одного артиста в доме достаточно. Кто он? Не апполитанец? Нет, вовсе нет. Отлично. Мама, он пришел. Лучше спрятать. Здравствуй. Здравствуй, Валерия. Папа еще нет. Сейчас я тебя познакомлю с мамой. Нет, нет, пойдем. Мама? Познакомься с Марио. Я так рада. Уксус. Успокойся. Это только первое впечатление. Потом ты привыкнешь. Дыши. Очень рад с вами познакомиться, сеньора. Я знаю, вы немного потрясены. Я подумал, вам понравится эта подвеска. Мадонна из серебра. Вот. Вот. Он настоящий священник? Да, мама. Протестант? Боюсь, что нет. Он католик. О, Господи. Священникам уже разрешили жениться? Пока нет. Тогда как же вы собирались пожениться? Папа. О, Боже. Папа, это... Священник в доме? Кто-то умер? Валерия выходит замуж. Опять да. Не рановато ли приглашать священника? Сеньор Билли. Это я собираюсь жениться на вашей дочери. Вы, должно быть, пошутили? Нет, Адриану. Они не шутят. Они не шутят. А папа дал вам разрешение? Вы сумасшедшие. Принеси мне стакан воды. Сейчас. И вино. Воды не надо. Ладно. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Священники такие же люди, как и мой папа. Разве ты не говорил мне, что священники должны жениться? Конечно, только не на моей дочери. Один бог знает, моя ли она дочь. Посмотрите на нее выше меня в два раза. Никто не знает ответа на этот вопрос. Со всем уважением к моей жене. Значит, ты собираешься подкинуть меня в семью священника, а ты не задумывалась над тем, как он может жениться на тебе. Я подал официальное прошение о моем исключении, чтобы не жить в грехе. И вы бросите церковь, чтобы жениться на Валерии? Вы не хотите быть священником? Я давал обед, но... В этом нет смысла, Марио. Он все равно не поймет. Он чокнутый. Давайте выпьем за то, что в мире стало одним священником меньше. И одним козлом больше. Нет, я... Пейте, Марио. Я не пью перед... Ну, если только совсем чуть-чуть. Спасибо. Монсеньор? А, вот и он. Наш Дон Карлези. Заходите, заходите. Садитесь. Спасибо. До меня дошла ваша просьба. Если вы мне позволите, могу я вас поздравить. У нас великая семья. А когда семья ждет какого-то события, тем более такого, как свадьба, это же очень приятно, разве не так? Могу я узнать, когда свадьба? Я пока не знаю. Это немного преждевременный вопрос. Почему же преждевременный? Когда вы встречаете симпатичную девушку, вы сразу же бросаетесь к ней и забываете обо всем. Вы не одобряете мой поступок. А чего вы ждали, что я буду у вас свидетелем на свадьбе, Карлези? Священники благословляют на свадьбах. Они женятся. И я буду вам благодарен, если вы не будете рассказывать мне старую историю о том, что священники – такие же люди. Это не так. Потому что священники лучше других людей. Мы были бы никем, если бы не были лучше их. Святой Павел говорит, невозможно приносить людям радость, если ее нет в твоем сердце. А в моем сердце нет радости. Не выдавайте какие-то там цитаты. Святой Павел не мог видеть будущее и знать, что в наши дни будет так много плохих священников. Я не плохой священник. По крайней мере, пока. Извините, мансиньор Кальдара, с вашего разрешения. Я бы хотел заметить, что положение вещей меняется. В 16 веке спорили о существовании души у женщин, а уже сегодня они имеют право стоять перед алтарем рядом со священником. Ведь так? Но они не ложатся со священниками в постель. К сожалению, ложатся. Нет, нет, нет. Не в моем случае. Но многие делают это тайно, потому что запрещены христианские семьи. Вы ужасно эгоистичны. Если церковь иногда и разрешает священникам жениться, так это только для того, чтобы избежать ужасного скандала. Это моя обязанность настоять на том, чтобы вы хорошенько подумали о сложившейся ситуации. Но я уже подумал. Недостаточно. Вы находитесь под влиянием отвратительной грешной страсти. Я вам даю месяц на размышления. Идите. Идите. Хвала Иисусу Христу. Аминь. Кто-нибудь есть дома? Кто там? Это Марио. Друг мой. Друг. Приветствую тебя в моем скромном жилище. Как мы давно не виделись. Ты должен извинить меня. Я был в расстроенных чувствах и решил позвонить тебе. Мне было необходимо с тобой встретиться. И правильно сделал. Лучия. Лучия. Заходи. Спасибо. Ты один из немногих, у кого хватило смелости решить эту проблему. А так как у меня сложилась такая же ситуация, познакомься с моим другом Марио Карлези. Я тебе рассказывал о нем. Очень приятно. Это моя жена и друг. Иди. Приготовь нам выпить. Садись. Садись. Я так рад, что ты заглянул ко мне. Нет, только не этот. Извините. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты починила этот стул? Нет, нет. Ты должна это сделать сама. Я тонну клея извела. Какого интересно? Так. Значит, мансиньор посоветовал тебе подумать. Да, но это еще не конец. Мы живем не во времена Паюса Девятого. Мы должны бороться. И я готов. За удачу. За удачу. Мы на пороге священной битвы. Мы герои. Мы мученики. Я могу сказать это без ложной скромности. Потому что они все еще обладают огромной силой. Если бы ты знал, через что мне пришлось пройти. Но я не сдался. Я все записывал. Все. Записывал. Факты и суммы. Купли и продажи реликвий. Это дело государственной важности. Я говорю о миллионах. О коррупции. Это будет скандал, который потрясет мир. Все документы здесь, Марио. У тебя есть работа? У тебя ведь есть работа? Да, у меня хорошая работа. Я работаю в книжном магазине. Им пригодились мои знания. Я отправляю почту. Мне за это хорошо платят. 100 лир за 15 минут. Так что если посчитать, я получаю 3-4 тысячи лир за неделю. Это совсем неплохо. Еще я даю уроки латинского языка. Пишу статьи для газеты. Все хорошо. Нет. У меня не все так хорошо. Скорее, наоборот, все ужасно. Может быть, это потому, что я принял решение слишком поздно. Они ломают нашу волю, заставляя чувствовать себя предателем. Каким-то образом они находят тебя и ограничивают от всего мира. Итальянская конституция гарантирует свободу всем людям, независимо от расы, языка и вероисповедания, кроме лишенных духовного сана священников. Мы низший слой населения. Посмотри, что ты наделала. Ты прожгла дырку в скатерти. Не вынимаешь изо рта эту чертову сигарету. Ты мне надоела. Иди, работай. Иди отсюда. Иди. Помой тарелки. Не обращайте на него внимания. Он всегда такой, когда выпьет. Заткнись, женщина. Зачем ты так много пьешь? Посмотри на себя, жирная свинья. Хочешь, чтобы я тебе треснул? Убирайся отсюда. Прости ее. На самом деле она хорошая женщина. Только чуть-чуть чокнутая. Мне пора идти. Пора. Марио, мы встретимся с тобой. Я тебе помогу. Тебе будет намного легче. Если у тебя будут новости, то дай мне знать. Марио, ты не забудешь? Нет. Послушай, Марио, не обращай внимания на мои слова. У тебя все по-другому. Ты молод. Я уверен, что она другая. Я хочу сказать, что тебе есть, ради чего рисковать. Пока. И извинись за мой уход перед лучей. Не забывай меня, Марио, пожалуйста. Не позволяй им запугать тебя. Не сдавайся. Подожди, Марио. Послушай. Сейчас, когда мы с тобой объединились, не бросай меня. Мы должны объединить наши усилия, потому что враг силен. Сейчас нас пока двое, но скоро нас будет больше. Я буду ждать тебя, Марио. Не бросай меня. Монсеньор Колдана. Монсеньор Колдана. Меня зовут Валерия Билли. Вы что, за мной следите? Я уже три дня пытаюсь попасть к вам на прием. Я принимаю всех, кто не является позором для наших детей. Извините меня, какой позор? В вашем стадии есть овечка. Она моя. Отдайте мне ее, и я отстану от вас. Овцы принадлежат пастуху. А если одну из них надоело пастись? Если она говорит своему пастуху, мне надоела эта травка, она невкусная. Я с удовольствием выпью чашечку кофе с пирожным. Вы не должны стоять у нее на пути. Быть овечкой всю жизнь очень трудно. А что вы говорите? Да, я люблю одного мужчину и хочу выйти за него замуж. Вы хотите выйти замуж за человека, который уже женат на церкви. Ни одна порядочная девушка не могла даже подумать об этом. Я не говорила, что я порядочная. Я сказала, что я влюблена. Убирайтесь. Никаких фотографий. Убирайтесь. Убирайтесь. Как вы смеете? Убирайтесь. Убирайтесь. С дороги. Отдайте мне мою овечку, кричит бывшая певичка ночного клуба. Эта свадьба не может состояться, говорит мансиньор Колдана. Видите, к чему привела эта история? Первая страница газет. Скандал. Для вас, сеньорина Билли, реклама такого рода может быть полезной. А для нас, конечно, нет. Да, ваше преосвященство, мне это очень помогло. Я смогла встретиться с вами. Когда разговариваешь с глухим, нужно кричать громче, понимаете? Вы в этом преуспели. Но мне бы хотелось узнать, почему вторая заинтересованная сторона, я имею в виду Дона Марио, не захотела продолжить процедуру обычным путем. Видите ли, ваше преосвященство, действуя обычным путем в данной ситуации, невозможно сдвинуться с мертвой точки. Я выбрала короткий путь. Моя дорогая Милочка, ваше совместное решение с Доном Марио было принято, очевидно, в попыхах, в момент слабости или из-за отчаяния. Нет, нет, мы приняли это решение, когда были очень-очень счастливы. Я уверяю вас, что очень скоро вы раскаетесь. Ваше преосвященство, если Марио, Дон Марио, который очень предан своей миссии, решил ее бросить, значит, у него есть на это веские причины. Веские причины. Мне кажется, я вижу одну из них перед собой. Ну хорошо, я сам возьмусь за это, но это может занять много времени. А пока будьте терпеливы и постарайтесь избегать журналистов. Пожалуйста, скажите мне правду. Мы можем доверять друг другу? Это не бесполезно? Могу и рассчитывать на вас. Я думаю, да. Спасибо, ваше преосвященство. Как вас зовут? Деларо, Альфонсо Деларо. Если у нас будет сын, мы назовем его Альфонсо. Я так счастлива. Какой приятный сюрприз. Как ты здесь очутился? Я думала, ты в миссии. Ты что, сбежал? Каким образом фотографы узнали о твоей встрече с мансиньором Калданой? Да еще около входа в его офис. Почему ты на меня так смотришь? А на кого мне смотреть, если кроме тебя здесь никого нет? Валерия, мне не нравятся твои постоянные скандалы, и я не одобряю этот дешевый выдевиль, который ты устроила. Ты несправедлив ко мне. Разве это не так? Это так, но ты все равно несправедлив. Почему? Потому что я стараюсь сделать что-нибудь, и мне уже кое-что удалось. Я не болтаюсь просто так по улице. И если тебе разрешат на мне жениться, то только потому, что я обо всем договорилась. С помощью моего, как ты говоришь, дешевого выдевиля. Неужели? А кто тебе сказал, что я получу разрешение? Альфонсо. Альфонсо? Кардинал с квадратным лицом. Что ты думаешь? А как тебе это? Слушай, две комнаты, кухня и санузел, конечно же, раздельный. Или вот, та же цена, только за городом. Три комнаты и терраса. Какая тебе больше нравится? Мы посмотрим обе. Но не забывай, что нам еще надо купить мебель. А это дополнительные расходы. Святые помогут нам. Боюсь, что в данной ситуации я не смогу добиться от святых многого. Как бы там ни было, я уже кое-что купила. За наличные. Вот. Это твои эмоции? Нет, тебе. Для меня? Да, дорогой. Ты же не можешь ходить по магазинам в одежде священника и выбирать для нас большую кровать. Но я не могу ходить и как клоун. Посмотри на этот пиджак, он из цирка. Нет, это спортивный стиль. А то ты всегда носишь черное. Я уверена, он тебе подойдет. Ты будешь выглядеть моложе. Ты думаешь? Не сомневаюсь. Давай, примерь. Надень. Я подойду. Мне очень жаль, дорогой сеньор, но здесь никто ничем подобным не занимается. Да, очень скоро состоится свадьба. Все совершенно законно. А папа пришлет молодым поздравительную телеграмму. Да, сам папа. Еще один анонимный звонок. Если вы звоните, так наберитесь смелости назвать свое имя. Вообще-то не стоит. Я знаю, кто ты. Ты сукин сын. Вот кто. Понял? На кого ты кричал? Кто-то искал у нас свою маму. Это гостиная. Приятное загородное местечко. У нас хорошие соседи. Скоро здесь будут ходить автобусы. А внизу в доме есть гараж. Слишком много роскоши. Это отвратительно. Ремонт еще не закончен, конечно. Мы все доделаем после свадьбы. Марио покажет вам спальню. Да. Да, конечно. Пожалуйста, пойдемте сюда. Сюда. Давайте посмотрим нашу спальню. Прошу вас. Давай посмотрим, сын мой. Вот она. Вот. Это обычная спальня. Думаю, нам пора немного выпить. Это была моя идея пригласить гостей. Марио очень осторожен. Он хотел дождаться официального разрешения. Ты уверена, что вы его получите? Не сомневаюсь. Оно придет на днях. Папа, возьми. Итальянская женщина очень религиозна. Когда она молода, она заставляет тебя жениться на ней. А в старости твои похороны – это единственное, что ее волнует. Два кардинала разговаривают в Ватикане. Один спрашивает, как ты думаешь, мы когда-нибудь увидим свадьбу священника? А другой отвечает, нет, мы вряд ли, а наши дети непременно. Выпьем за девушку, живущую в горах. Правда, она пока на земле. Хочу поднять этот бокал за тебя, дорогой Марио, и за твою очаровательную невесту. Я желаю вам счастья. Продолжайте бороться за свою свободу и не забывайте про них. Счастливой помолвки вам. До свидания. Поторопись, Валерия. Мама, я все уберу. Это не займет много времени. Охранит тебя Бог. Прощай, Марио. Друзья, это самое главное в жизни. Спокойной ночи. Если ты мне поможешь, это займет у нас минуту. Ладно. Мы составим посуду на кухню, а завтра разберемся. Выключи свет. У меня немного кружится голова, это должно быть из-за шампанского. Ты не ушибся? Ну, я пошла. Иди. Бедный папа. Ты так говоришь, как будто он умер. Он давно уже не может ходить и сошел с ума. Как и мой отец. Если бы так. Но ты встретишься с моей мамой. Вот эта женщина. 78 лет. Каждый день на заре она берет в руки мотыгу. Она готовит, убирает. Не могу дождаться встречи с ней. Вот мы и приехали. Вот этот дом. Папа. Я привез тебе сигары. Нет, что ты делаешь? Их нельзя есть. Мама. Мама, иди сюда. Я хочу тебя познакомить. Мама. Мама, подожди. Мама. Открой дверь. Да что с тобой случилось? Давай, убирайся отсюда. Убирайся. Мама, послушай меня. Мама, открой. Ты ударила меня, мама? Мама, послушай. Я больше не твоя мама. У меня нет больше сына. Твоя душа принадлежит дьяволу. Тебе придется подождать, пока я умру. А до тех пор не приезжай сюда. Лучше иди к своей потаскухе, разряженной, как новогодняя елка. Убирайтесь. Убирайся из моего дома, на который ты наложил проклятие. Убирайся, я сказала. Пусть твоя душа горит в аду. Ну, Валерия. Валерия, подожди. Эти реформы происходили в период... Профессор, заказное письмо из Рима. Из Рима? Господи. Извините, мне только что пришло письмо. Могу я воспользоваться вашим письмом, то есть телефоном? Мне нужно срочно ехать в Рим. Да, кстати, я хотел вам кое-что сказать. Если вы не против того, чтобы я сюда не возвращался и не учил детей, то я больше не священник. Можете печатать себе на здоровье. Эта школа просто ужасная. Валерия, Валерия, меня приглашают в Рим. Мы это сделали. Мы победили. Это не делается быстро. Но что самое главное, это то, что дело сошло с мертвой точки. Почему ты смеешься? Да ничего, сумасшедшая идея. Я подумала, как было бы весело, если бы ты нас сам венчал. Но, наверное, это невозможно. Думаю, нет. Если, конечно, ты не захочешь выйти замуж за другого. Я о тебе еще не говорила. Мне предложили работу на студии звукозаписи. Конечно, я же теперь знаменитость, жена священника. Они сделают все, что угодно, чтобы продать пластинки. Можешь сказать им, что обеспечивать жену – это обязанность мужа. Так и скажи. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Как только будут новости, я тебе напишу или позвоню. Подожди, Марио. На нас смотрят. Ну и пусть. Через несколько дней мы поженимся. Пока, Валерия. Синьора Билли. Синьора Билли, все нормально. Значит, это ложная тревога? Нет, нет. Реакция положительная. Мои поздравления, синьора. Спасибо. Спасибо. Еще одна незамужняя. Марио, наконец-то. Ты еще в Риме? Когда возвращаешься? Я ничего такого не слышала. Как идут дела? Да? В Рим? Конечно же, я приеду. Хорошо. Когда ты будешь меня встречать? Я тоже скучаю. Очень. Я как раз писала тебе письмо. Мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Нет, я лучше скажу в Риме. Хорошо? Чао. Я буду там завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хожу тут уже целый час. Вы не могли бы мне сказать, где я могу найти Марио Карлези? Извините, если вы хотите увидеть мансиньора Карлези, вам придется записаться к нему на прием. Мансиньор? У меня назначена встреча с ним. Хорошо. Поверните направо в третью секцию, затем во вторую, потом налево. Последняя дверь. Да. Извините меня, сестра, я хочу поговорить со святым Павлом. Субтитры создавал DimaTorzok Марио, пожалуйста, садись. Ты хорошо говоришь по-испански. Я говорил на латинском, я разговаривал со священником из Непала. Мои поздравления, мансиньор. Кто тебе сказал? Сестра. Это немного преждевременно. Еще нет официальных бумаг. Она не должна была меня так называть. Я чего-то не понимаю. Зачем они тебя назначили мансиньором, как раз в тот момент, когда ты решаешь оставить это все, уйти, и они выдвигают тебя по службе? Я все объясню. Подожди секундочку. Так, садись, садись. Я сижу. Жаль, что ты пришла как раз в тот момент, когда я... Ты занят? Здесь построили часовню, и через несколько минут начнется церемония открытия. Но что касается нашей свадьбы, все идет просто отлично. Уверяю тебя. Хочешь закурить? Нет, спасибо. Мне сказали, что мою просьбу скоро удовлетворят, и что все идет хорошо. Все мои документы в порядке. Тогда мы сможем... Когда пришлют ответ? Скоро. Скоро, скоро. Они обещали прислать его скоро. Епископ мне так сказал. Конечно же, он мне еще посоветовал не торопить события. Не могу понять, что он имел в виду, когда говорил «скоро» и «не торопить события». Понимаешь, Валерия, для церкви сейчас настал очень трудный период. Кризис, скандалы в газетах, и еще, что также немаловажно, например, проблема индийских монашек, отставка епископа в Гамбурге. Хорошо, не надо их перечислять, потому что я все равно в этом ничего не понимаю, мне все равно. Единственное, что я хочу знать, какое отношение наша личная жизнь имеет к отставке епископа. Я как раз это и пытаюсь тебе объяснить. Для церкви сейчас наступил трудный момент. Момент, который очень... Трудный. Да. И они попросили меня, между прочим, и они даже умоляли меня, чтобы я только сейчас, чтобы не подливать масло в огонь, немного повременил со свадьбой. Несколько месяцев, может быть, чуть больше. Кстати, смотри, смотри наверх. Видишь те окна? Я там живу. Три комнаты. Квартплата не очень высокая. Чудесно. А зачем ты снял квартиру? Ты же не собираешься здесь задерживаться? Надолго. Я снял квартиру, чтобы жизнь вокруг меня не останавливалась, чтобы кто-нибудь приходил ко мне. Меня так всегда учила мама. Просторный кабинет, хорошая квартира. Тебе неплохо живется в Риме? Теперь, когда ты со мной, то да. Знаешь, Валерия, напротив сдается еще одна квартира, и пока мы еще не женаты, ты бы могла... Мы не можем жить вместе здесь, ты же понимаешь. Это невозможно. Да, но ты сказал, что разрешение скоро пришлют. Да. И мы сможем пожениться. Конечно. Когда наступит это скоро? Через несколько месяцев. Самое большее через год. Год? Самое большее. А пока я поселюсь в маленькой квартирке, и мы будем рядом друг с другом. Ты будешь забегать навестить меня, или я буду приходить к тебе, и мы будем вести себя осторожно, чтобы не вызывать подозрений. Я хочу быть с тобой. Я не брошу тебя. Валерия, ты же знаешь, что я очень старался сделать это как можно быстрее, но знаешь, что мне сказали? Церковь не торопится. Мы тоже. Да, что-то мне хотелось сказать, такое важное по телефону. Ничего. Ерунда. Монсеньор? Я тороплюсь. Его преосвященство скоро приедет. Подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Я недолго. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok